Ищешь технику по максимально низкой цене? Тогда тебе мигом на e-каталог, ресурс, который вполне удовлетворяет таким требованиям. Зашел на e-каталог, вбил интересующий товар, сравнил цены по всем доступным магазинам и выбираешь, что тебе больше подходит. Важное примечание, что в сравнение попадают только проверенные магазины без каких-либо рисков попасть на левый ресурс. Просто, безопасно и выгодно. Ссылка в описании. Здорово мальчишкам и девчонкам, и первое, с чего хотел бы начать, это не пятая часть моей самой популярной рубрики на канале. Хотя, изначально я так планировал сделать. Был ряд причин, из-за которых я поменял свое решение, и самый первый, это количество материала. Его не настолько много, как я задумал изначально наснимать, потому что, ну, наверное, многие согласятся, рыбалка, блять, она на то и рыбалка. Если ты приехал за рыбой, то будь добр, лови рыбу, а не занимайся, как это в простонародье называется, хуйней. У меня не было также специализированного оборудования наподобие экшн-камер, что были бы весьма кстати для таких задач. А постоянно держать камеру в одной руке, а другой закидывать удочку. Но вы сами понимаете, это такое себе дело. Тем более, мы ехали вообще на щуку. Там на сторонние дела времени вообще не было. Ну, и еще была вторая причина. Мне просто не хватило аккумулятора на обоих устройствах. Мы были на природе где-то чуть больше двух дней. И к вечеру второго дня у меня полностью села камера, а заряд на телефоне был минимальный. До конца я его тратить не стал, чтобы можно было хотя бы позвонить. Но тем не менее, кое-что поснимать я смог. Надеюсь, что влог многим понравится. Приятного просмотра. Утром перед рыбалкой у меня выдалось крайне херовое самочувствие из-за того, что я толком не выспался. Пока мы ехали в машине, меня то и дело лихорадила и сильно болела голова. Все из-за того, что я проспал в общей сложности, ну, где-то два с половиной часа. Кто-то сейчас спросит, что мне мешало лечь пораньше. А я ложился. Просто я не мог заснуть. В квартире было жарко. Вентилятор я включил. Лучше как-то тоже не стало. Из-за его шума стало только хуже. Однако, когда мы приехали на переправу, я сразу вспомнил хорошую мысль, что природа и свежий воздух имеют целебные свойства. И это правда. Уже где-то минут через 15-20, когда я надышался свежего прохладного воздуха, мне стало значительно лучше. Голова, правда, еще болела, но не так сильно. Давление тоже частично спало. Ребята! Где протока первая? Ух ты! А так прощай! Ха-ха-ха-ха! Кхах! Спасибо! О-о-о-о-о, покатались мы. Обратно что-то? Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это я вижу. Прохладная. Тёплая, тёплая, тёплая. Это тёплая. Это тёплая. Нормальная. Блядь, как же... Да, на камеру его тут не запечатришь. Глазами сами, а не глядывайся. Да и глазами я особо не вижу. Вода мутная. Вода мутная, говорю. Да, здесь малька не была, да. Малька не была. Да, малька не была. Да чего же красивая вода была. Приехали мы. Нашли неплохое место. Дрова есть. Можно нормально разложиться. Вот. Сейчас будем ставить лагерь. Слегка маленько заблудились мы из-за этого долбанного тумана. А сейчас всё нормально. Охуеть сколько вещей. Можно опустить вот так. Опустить. Туда. Ну вот так будет. Почему же. Или он тот туда перетерет. Этот вот, от этого пока вот так. Смотри, бон, все эти где блядь. Переюшки попадут. Пойдём. Пойдём. А? Скоро, я его не выдержу. Ха-ха-ха-ха. Поэтому мы не едим, видишь? Хряк, пидорас. Да, вот. За удачную рыбалку, что ли? Угу. За удачную. Шпроты всё. Там один мак. Господи, какая гадость ваша забивная рыба. Кто пришёл показать. Вон там зацепился за камыш. Ну, не за камыш, а за вот эти вот листья. Ну, я его содрал, и всё, и ключок пропал. Малёк, он вижу, плавает, он мелкий в воде. Ну, неприятно, первый крюк просрали уже. Как ты завязывал-то его вообще? Там потому что не сам крюк, там леска там, она развязалась. Там прям видно было. Кто может? По-моему, Лёху завязывал. Ну, твои крюки спрос. Ладно, там этих крюков до жопы. Ну, не в том, что ты время своё драгоценное на это потратишь. Ну, и время тоже, да, неприятно. Да, один пока это ни о чём. Конечно, ни о чём. Таких, блядь, надо, не знаю, штук 100 словить. С десятка-два точно, но то, что нас живлиц мы не взяли, ебать. А, блядь. Да не, блядь, пока это, муж, рыбу налоги, наверное. О, блядь, глубина какой, ебаный гроб. Чё, вот это нормально всё? Нет, он не клюёт. Не клюёт здесь ни хера, надо, ягой, надо переставляться. Он вроде как слегка маленько что-то целовала, блядь, его, а потом перестала. Ладно, пойдём в другое место. Ебать, чё это было? Чё это было? Блядь, меня камышами кто-то кидается. Только солить. Ха-ха-ха, друган балуется. Блядь. Кто это там, чё, блядь, делал? Щука, блядь. Я б сказал, блядь, друган обидится, не щука, блядь. Тебе проткнулся на крючку. Ага, всё. Нормально. Ну, попалась. Золотая рыбка. Нормально. Все в говне, блядь, ну ладно. Вон тут двоих поймали. Окунь, один. Один окунь, второй краснопёрк. Угу. Ну чё, так улов. Вот пока наш улов. Текущий. Блядь, обратно едем! О, готов! Нет пока, не до конца. Давай, блядь! Да нормально, всё, порвали, блядь, леску только. Вот, а есть? Да! Да! Ээээ, да! Один! В скобочках нет. Но будут. Хе-хе-хе. Я тебе телефон названиваю! Твой что-то? У меня с собой телефон. А, у друга у нас, короче, у меня тоже с собой. А, ну там у меня Суни Эликсон ещё лежит. Ну, а вот чё тебя звонит, блядь? Ну там, Билайнская симка стоит. А чё там кто-то звонит? Да всякие пидорасы, блядь, звонят мне. Типа, предложение о кредите! Не хотите ли вы оформить у нас, не знаю, ипотеку? Я постоянно трубки, блядь, у них беру и спрашиваю, откуда вы, пидорасы, мои телефоны постоянно, блядь, берёте, уж тем более новые. Хуею с этих гондонов, блядь, с каждым годом. О, заебца. Потом он в жопу, блядь. Ну так, средняя. Ну, он у нас возьмите. Ну, больше лопухов, блядь, поймал, блядь. Да я тоже, по сути. А вы знаете, чего ловите? Ваучер, блядь. Малёк есть, есть, блядь, закилу в одну лунку нету, тишина, блядь, посидел. Другую закилу нету, тишина, посидел. А глубина, блядь, чуть-чуть, ваучер возьми, блядь. Сам видишь, она там прям торчала сантиметров двадцать. Щука потом её утащит, мы потом её хуй найдём. Ну вот что-то типа такого, да. Что-то уже побольше. Просто хотя бы она вот так вот, или вот так вот крепится, жерлица. И большой. Вот прям хороший. Ну-ка давай, покажи, как нужно делать операцию. Контент не для слабонервных. Ах, блядь. И через жопу вытаскивается это всё. Он же очень малёк. Да, и самое главное, рыба живой остаётся. Через пищевод, грубо говоря, и там всё проводим. Какое-то время, в принципе. Ну да, она живая будет недолго. Может полчаса, где-то час. Час, два, три. Зависит всё от того, что... Ты самое главное её слишком низко не опусти. Это я помню вообще-то. Хорошо. Аккуратненько. Ну-ка. А, блядь. В конечном итоге, несмотря на то, что я был в кепке, солнце меня всё-таки добило. Голова начала опять сильно болеть, и когда мы поплыли обратно в лагерь, я лёг в палатку отдыхать где-то на час-два. Но зато, когда проснулся, узнал, что наши жерлицы сработали. Щука есть? А? Щука есть? Да есть, маленькая. Одна, что ли? Две. Угу. Сматывают жерлицы, я не успеваю менять пальца. Чё, прям огромная, что ли? Типа, ну, килограмма два с половиной, три. Ну, нормальная. Ёбаный, гротная. Это на нашу первую, которую поставили, что ли? Да. Там сколько раз менял? Что? Сколько раз менял? Ни разу. А, малька только поменяла, и всё. Ааа. Ёбаный, грот, сколько говна, бля, здесь лежит. У меня такое ощущение, блядь, что зря мы раскошелились там на две тысячи рублей. Потому что столько, блядь, всего понакупили. Мне кажется, блядь, и половину, блядь, не сожжём, блядь. Вот чё тут? Ролками, блядь, албасы. Чё там? Соус, блядь, я не знаю, вот такой, блядь, соус меня просил, блядь, купить. Нормально, ещё у тебя заболело? У меня она чё-то подвечерится. Я сейчас ложку подкачать, надо жерлиться опять. Я один малек. Чё, лодка пиздец опять спускала, что ли? Ну вот, видишь, она то, что, нет, то, что ещё вода холодная. Ну она провалилась слегка, я погляжу. Я провалилась, потому что вода холодная. Ну, вон я вижу, доска у тебя провалилась, нахуй. Да, это понятно. Чё? Это щука, что ли? Да, показывай, блядь, нахуй, лов. Блядь, а, короче, смотри, палки вот эти меньше. Давай туда. Блядь, нахуй, меня не пульни. Короче, это завтра, просто я три срубил, одну поставил. Кстати, вот сюда поставил, где они малька ловили. Ты сейчас менял мальков или просто... Да, я менял. Я, короче, смотри, моя малька в начале не было, эту раскрутила у меня, у камыша у того, короче. Помнишь, мы на угол вставили вот там? Ну да. Она раскручена была, малька не было у меня поменять. Я малька стал ловить. Я на том же месте, где ловил, вот там вот они где ловили, я поставил жерлицу. Смотрю, их не распутал, тоже распутал, ну вот на камыше. Я тоже проверил. Блядь, и мне эту распутало, жерлицу, блядь. Я проверять, короче, не успел. Вылезет же. Блядь, Миш, давай сейчас это... Блядь. Тише, 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 тише. Я тут все нахуй ебать, переебашила она, блядь. Ну согласись, посидеть одному в такой лодке поудобнее будет. Блядь, она смотри, что сделала, эта тварь, блядь. Сейчас собирать буду нахуй все. Что случилось? А, жерлица покидала. Поймал! Тихо, 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 держи ее. Давай сюда. Тихо, блядь, держу ее, давай. Уйди, уйди. Ай, еб твою мать. О! Хорошая. Нормальная. Более-менее. А вон туда не в кусты. Нет, она еще живая, надо ее ебануть. Ну вот, блядь, положи на траву ее, сюда и ебани. Ты видишь, какой крокодил, блядь. Тихо, там это, чтоб не растерял. Еб твою мать. Небольшие мелочи, а приятно. Где она? Да лежит она. Вот. Куда она, блядь, нахуй денется? Да тебе она как по голове на сладную ебану, она сразу всплыла, блядь. А вот это сейчас вот, она ее подвел, подвел. Смотрит, сука, на меня. Как пиздано, блядь. Ёб ты. Все. Блядь. Предсмертно, блядь. Ёб твою мать. Откуда дровишки? Пошел бы ты нахуй. Ты че материшься, а хули предстал? Откуда дровишки? Сарай разобрали. Отца слышит, пиздит, а я убежал. Все, поднимай. Поднимай. Неси. Следующий. Так. Тихо-тихо-тихо, палатка, палатка, палатка. Все. Со стола ничего не смахну? Не, пока нормально все. Достань его только, это такой че-то тяжелый, блядь. Как сырой, как недоварень. Вот пакетик, вот три семьсот. Не, а сколько всего наловили? А? Сколько всего наловили-то? Ну, блядь, штукнули сорок. Каждый. Каждый? Одну я упустил на этой. Ну, прилично. Сейчас я его наебал, блядь. Тоже понравилось. Он говорит, что есть? Я говорю, о, блядь, штуренок. Слышь, Денис? Да. Вот так ее оттуда, вот так. Раз, нахуй, и в лодку. Он, ни хуй, я тебе не штуренок. Ну, вот этот вот, который покрупнее, он ее выкинул, прям как штуренка. Да вернусь, штуренок, блядь. Шуренок, он вот так ловит. Да и щук тоже вот так. А я боюсь, как палец попали. Я даже вот такого, как ебану, нахуй. Ну, я вот тоже, вот, я говорю, Друган. Я вначале думал, что я там, знаешь, камыш. Ты ты хуя думаешь, давай. Потом думать будем. Опять Друган, как всегда, краев. Блядь, вот он, блядь. За эту, за щуку, ебану, я тебе столько же нахуярил, блядь. Это детство. А тебе-то за что? За него, говорю. За него. Научил меня рабачить. Научил щуку ловить. Даже малявочку или поплывочек. Я хочу выпить за него стоя. Ну ладно. Ребята, ура! Ура! За Валентина Алексеевича! За Валентина Алексеевича! Хорошо, что на том берегу никого нет. А то б сейчас пришли в гости. Валь, 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 если бы не ты, честно, перед камерой, перед теми, если бы не ты... Я спою тебе эту песню. Если тебе нравятся слова, я тебе не спою. Пока не надо. Но если бы не ты, дай бог тебе здоровья. Я тебе всегда говорю, на той рыбалке, на позатой, на той, еще на будущее скажу. Но если ты мне дашь слово, я тебя уважаю. Я тебе все время... Валя, я за тебя. Только за тебя. Мужики, за Валентина Алексеевича. Понял, какая междружба должна быть? Да, понял. А что у нас не такая разведка? Сколько лет, сколько лет, я имею в виду. Хули вы спорите? Вот вы сколько дружите? Полгода, блядь. Три года. А мы дружим столько, сколько вам лет примерно. Ну да, нам бы дожить еще хотя бы до такого возраста. Я предлагаю еще раз Валентина Алексеевича. А чем закусить-то есть? Помидоры есть. Не, нормальный вот помидор. Ох. Помидоры они есть. Главное всем керам. Жесткая вещь. Ну, я завтра их сделал, они действительно, но они земле сел, блядь. Да. Веселая нынче рыбалка. Я хоть в 40 лет на свои буду. Сейчас она будет живая, я ее брошу в лодку. Слышишь? Ну, я понял. Кидай. Ебать, она, блядь, не маленькая. Да, это маленькая. А, ну да. Кидай. Нормально. Ах ты, ах ты, ах ты. Она даже маленького в рот ни хера не взяла. На крюк сразу наебнулся и все. Чего же вторая, почти. Маленькая, блядь. Тише, 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 тише. Давай. Все, нормально, давай дальше. Малька ловить. Так, да, я кляс, здесь это. Завезу просто. Ух, да. Слушай, там заметил, прям плечатся неплохо. Она везде тут ходит хорошо. Ну, хорошо, блядь. Вчера, блядь, тоже плавали, везде тоже было хорошо. В итоге нихуя не поймали. Она только здесь хорошо плескалась. Здесь не раз поклевки были. Ну-ка. Кривый. Так. Где он? Вон там. Подлещик, говоришь? Да. Большой. Может, даже лещик. Открывай. Может, он этим, знаешь, чем ебанул? Он проплывал его отблотителями. А он это самое, он застревал под лопухами, понимаешь? Нет. Он никак не должен уплывать. Застревал, говорю, а не лес. Он, говорю, не должен полных так беситься плавать. Понимаешь, что я делал? А может, он болен вообще чем-то? Да, его вырезать можно. А это, прикинь, слушай, а может, это та самая рыба, что мы видели в начале, и не могли понять, что это такое? Ну, мы думали, что сейчас змея... Она, видишь, жабра-то у нее розовая, это красная, в том, что имеется в виду, что она живет... Так, а в тот раз она была красная? Нет, когда больные рыбы, обычно, с селитюр, у них жабра уже порозовевшая, обычно, она не тупая. Только затупавшая она. Ну, ты уверен, что она не больная ничем? Ты ее жрать будешь? Я хуй знает, я не буду ее жрать. Уже, блин, столько места плыли, блин. Немало, да. О, тихо. Ты вытащи проволоку из-под жабры. Вытащи проволоку из-под... Вот, 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 тут вижу я. Видишь? Да. Ага. Идет. Можно даже руками. Есть. Так, жабры, 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 аккуратно. Ну, вытаскивайся уже, блядь. Есть. Она упала. Все. Пальцы в жабрах застряли, пиздец. Ха-ха. Они острые. Все. Ну, вот, именно об этом я и говорил в самом начале. Примерно в это время у меня сели почти все устройства. По итогу мы поймали в общей сложности чуть больше 20 щук. Не самый лучший результат за два дня. В прошлый раз мы наловили в два раза больше. Но это лучше, чем совсем ничего. Самые занудные, скучные моменты рыбалки, они всегда приходились именно на вечер. В какой-то момент я даже пожалел, что не взял с собой ни одной книги. Сперва хотел, но сумки были все забиты и класть было некуда. Ситуацию неплохо выручил мой Сони Эриксон, в котором заряда хватило почти на все дни. Эх, за что я обожаю старые телефоны, так это за то, что они не разряжаются за сутки. Себе я забрал три средних щуренка, но по приезду все их отдал отцу. Я, во-первых, щуку не ем, как и морепродукты в целом. Да и к тому же я и готовить ее не умею, если бы захотел съесть. Всем спасибо за просмотр. Не прощаюсь.